В начале заседания прокурор Даурамич Бахадатайствовал об оглашении протокола осмотра телефона свидетеля Зухраба Шенкао. Отображенные в нем данные подтверждают показания, депонированные им судом, а также иные показания, которые давал Шенкао, и раскроет суду его эмоциональное состояние в период последующий после убийства. В данном случае мы заявляем ходатайство об оглашении протокола осмотра предметов документов непосредственно сотового телефона, принадлежащего свидетелю Шенкао, которое было произведено с его участием 3 декабря 2019 года. Суд удовлетворил ходатайство обвинений, исходя из зачитанного прокурором Амич Батекста. При изучении входящих и исходящих вызовов в период с 23 по 24 ноября 2019 года в телефоне Зухраба Шенкао было обнаружено 15 пропущенных звонков. Из которых два пропущенных абонента Эрик 23 ноября 2019 года в 12.47. От этого же абонента поступило 4 входящих вызова в период с 23 ноября 2019 года. В этот же период было 5 исходящих вызовов со слов Шенкао. Контакт, записанный в телефоне под именем Эрик, принадлежит его гражданскому супруге и родной сестры Эрику Чкаду. Последний исходящий звонок на телефон был набран 1559 24 ноября 2019 года на абонентский номер, принадлежащий Аслану Якутсбак. В приложении WhatsApp, установленном в телефоне свидетеля, переписки с контактом Эрик не было, зачитал прокурор Амичба. Была переписка с контактом Узун Же, как пояснил прокурор со слов Шенкао на момент осмотра. Так у свидетеля была записана супруга Мурада Узун Якубоглы. У нее он интересовался, где супруг. Зачитал Даур Амичба еще одну переписку свидетеля. 24 ноября 2019 года было получено следующее сообщение от абонента, записанное в телефонной книге, как Рыжик. Отправленное сообщение. Перекинь, сколько получится. В среду тобой сегодня воскресенье. Это было написано в среду тобой, сегодня воскресенье. Когда нужны деньги, ты названиваешь, написываешь бесконечно. Но как только я тебе за них отдачу, за их отдачу говорю, я должна ждать ответа бесконечно долго. Помнишь, я рассказывал про москвича, который кинул меня на бабки, кинул меня. Так вот сейчас в моих глазах ты ничем не лучше. Хочу, чтобы все закончилось быстрее. На что Шенкао отправляет ответ. Следующего содержания. Ты ничего не перепутала? Сейчас такие проблемы могут быть у меня. Вчера одного в отдел доставили. Если он рот откроет, то дали нецензурную брань нам всем. Первый допрошенный свидетель Лали Аргун. В день убийства она работала в соседнем Сан-Рамо кафе Медовик. В тот день с ней находилась ее внучка. Посетителей внутри не было. Услышав выстрелы, свидетель с внучкой не покидала кафе вплоть до момента окончания звуковыстрелов. За несколько часов до происшествия утром погибшие из компании пили кофе в кафе Медовик. Обслуживала их внучка свидетеля. Больше по существу Лали Аргун ничего пояснить не смогла. Второй свидетель Рица Квицине, управляющая гостиницей Рица. Началась стрельба. Я в этот момент находилась на работе. И не сразу, если честно, поняла, что это перестрелка, потому что я подумала, может быть, какие-то хлопушки или еще что-то. И даже если посмотреть камеру, было видно, что я в этот момент, когда все это началось, спускалась со второго этажа на первый и увидела, что человек стоит возле нашей двери и пытается как бы зайти. Ну, там закрыта была дверь, потому что это не входная. И все, что я видела, это только то, что он нагнулся, наверное, что-то происходило. И, соответственно, уже я сказала своему персоналу, я говорю, кажется, там стреляют. Давайте мы уйдем в другое помещение, более закрытое, потому что там везде стекла. Ну, было бы небезопасно. Схожие, по сути, показания дала администратор гостиницы «Рица» Лана Гармелия. Выступила свидетелем также Ирина Карасева. На ноябрь 2019-го женщина работала в ресторане «Сан Рема». В момент преступления находилась на кухне. По ее словам, кухня находится достаточно глубоко внутри и обособлена. Стрельбу женщина приняла изначально за хлопки, будто кто-то стучал по столу. Убитую Доминику Акертава свидетеля характеризовала как веселую и жизнерадостную девочку, очень любящую своего сына. Еще один свидетель на ноябрь 2019-го года, администратор «Сан Рема» Дамия Ашуба, охарактеризовал погибшую коллегу как отзывчивого и хорошего человека. По существу, ничего, кроме того, что в момент преступления находился на работе и слышал стрельбу, свидетель Ашуба не показал. С вопросом к нему обратилась потерпевшая Лейла Таргунакова, мама убитой Доминики Акертава. Она спросила, было ли 22 ноября по графику рабочим днем ее дочери. Это ее смена была. А ночью, сказали, Оля звонила ей, сказала, Доминика, выйди за меня поработай. Она должна была в тот день уйти работать в Дольчевиту. Кто Ольга? Доминика должна была в Дольчевиту выйти 22-го числа. Ей ночью Оля позвонила и сказала, выйди за меня поработай, я не могу выйти на работу. Нет, это была Доминикина смена, я объясню вам почему. Потому что Доминика, если бы она вдоль Чевита выходила, она вообще даже не оповестила, что на вторую работу выходит. То есть я об этом и не знал, что она, я сейчас от вас узнаю, что она хотела выйти вдоль Чевита на вторую смену. Показания дала также на момент преступления управляющая Сан-Рэму Илона Адлиба. Ее о происшествии стало известно от администратора ресторана. Адлиба приехала на место и оттуда выехала в больницу, куда была доставлена ее сотрудница Доминика Акертава, а также Астамуршамба и Алхасавицба. 22 ноября 2019 года еще один свидетель, электрик Умар Кварча, приехал по работе в ресторан, точное название которого в суде не вспомнил, но отметил, что тот находился на набережной Махаджиров. В ресторан мужчина выехал с 7-летней дочкой, которую хотел после выполненной работы оставить в музыкальной школе. Подъехав к помещению, Кварча оставил ребенка в машине, так как думал, что с обязанностями справится быстро. Но тут началась стрельба. Я думал, что сначала кто-то женился, мало ли что стреляют люди. Ну, третий этаж. Ну, кто-то слышал, там убили, убили. Ну, там потерялся пока, бегал, спустился, уже никого не было. Ну, этот, люди смотрю, машина пустая, ни ребенок, никого нету. Что за машина? Мазда. Ну, я в моменте отключился, но когда ребенка не увидел, еще там кровь туда-сюда, я думал, что-то убили, что ли. Ну, оказывается, ее кто-то вытащил, увидели. И вот так. Больше я никого не видел. Дочку свидетеля увидел его сосед, который вытащил ребенка и спрятался с ним, как только услышал стрельбу. В машину к варча попало несколько пуль. Мужчина пришел в себя только когда увидел дочку живой. По словам свидетеля, у ребенка после того случая есть определенные проблемы со здоровьем. В семье пытались поддерживать версию, что шли съемки фильма, однако девочка все видела своими глазами. Свидетель Беслан Киркенадзе в тот день играл на берегу в домино. Он видел только тела жертв уже после того, как стрельба завершилась. Следующим был допрошен свидетель Шота Аветсба. Он рассказал, что вместе с братьями и сыном подъезжал к Национальному банку Абхазии, когда услышал звуки стрельбы на набережной. Оставив одного из братьев с ребенком, он с другим, Домеем Аветсба, отправился в сторону набережной Махаджиров. Пошли дорогу в сторону Кибита и пошли в сторону набережной. Но выстрелы не умолкали. И пули начали свистеть, и мне брат говорит, присядь. То есть он вообще служивый человек. Домея Аветсба. Да, Домея Аветсба. Он системный, он как-то разобрался больше в ситуации. Он мне говорит, присядь, ты не видишь, что происходит, ну пули в нашу сторону летят. Ну мы с ним присели, там машины были припаркованы. Уже прямо на углу, на углу как бы у обочины, что машины припаркованы, присели. Он был где-то в метре от меня, наверное. Он смотрел туда вниз, на набережную. Ну я, соответственно, сзади него был. И тут он поворачивается и говорит, машины едут, машины. Он, обрати внимание на номера. Это мне Домея говорит. Я не мог впереди ничего видеть, потому что он мне закрывал. Ну и сзади тоже не мог быть, потому что мы между машин как бы стояли. Ну, на корточках как-то мы сидели и ждали. Тут одна машина проехала, и вслед за ней промчалась вторая машина. Машины были белого цвета. Одна Toyota Crown, она была не затемненна, я еще и водителя. Ну, видно было, что там один человек сидит. А сзади, вот они вместе промчались эти автомобили. Вторая была Mark II, тоже белого цвета. И за то, что Доми меня предупредил, первую машину я не смог увидеть. Я не мог ее физически видеть, потому что лицевую сторону машин я и первый, и второй не увидел. Я смог разглядеть вот Mark X, вторую машину, вот сзади. Они все поехали наверх в сторону... Вы сказали Mark II, сейчас... Mark II, да, 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 я перепутал. Mark II, белого цвета. И они поехали в сторону вот этого Гума, ну, наверх Палеона. Если я не ошибаюсь, потом первая машина завернула направо, в сторону проспекта, а вторая Mark II, она пошла наверх. Вот, я запомнил номера, значит, и... А выстрелы не умолкали. То есть они когда ехали, как бы было так, что как будто со второй машины, ну, стреляют в воздух. Из-за этого мы подняться тоже не смогли, как посетили, так на корточках. После того, как машины проехали, Доми помчался туда, вниз на набережную. Я тоже... Чтобы не перебегать дальше, вы запомнили номера, вы можете их назвать? 122. А тут прямое обозначение? Ну, если принципиально, да, АРН. Далее Доми и Шота Аветзба направились к ресторану Сан Рэму, где увидели раненых Астамура Шамба и Алхас Аветзба и были свидетелями того, как потерпевших увезли на машинах в больницу. По словам свидетеля, Алхас Аветзба приходился ему однофамильцем. Мужчины были знакомы. Адвокат Автанил Чкаду обратил внимание на противоречие в показаниях свидетеля с теми, что были даны ранее. Он ходатайствовал об оглашении ранее данных показаний. Я скажу, почему прошу огласить показания. Потому что он в первом допросе не разглядел номера. А здесь он точно разглядел и сказал, как сегодняшний день помню. Это вы считаете... Одну минутку. Если это вы считаете непринципиальным, тогда я не знаю, что уже. Ходатайство защиты было удовлетворено судом. Адвокат Лика Чаквитадзе зачитала данные предварительному следствию показания свидетеля Аветзба. Мы услышали звуки выстрелов. После остановки Лесик повел моего ребенка через дорогу в секцию шахмата. Я с Домеем вышел из автомашины, направились в перекрестку проспекта Ильона и Лакова с целью посмотреть, что происходит, так как выстрелы, раздававшиеся со стороны набережной, не стихали. Дойдя до перекрестка, мы услышали свисты пули и присели на курточки между припаркованными автомашинами. Домеи жестом показал мне, что я тоже пригнулся. После этого Домеи стал смотреть в сторону набережной. Что там происходит? Через несколько секунд мимо нас пронеслись две автомашины. Я увидела, что первая машина это Тойота Краун, а вторая автомашина Тойота Марк 2 с тонированным темно-пленкой стеклами. Номера указанной автомашины я не разглядел. Указанные автомашины на большой скорости пронеслись мимо нас в сторону станции ГУМа. После этого Домеев скачил и побежал в сторону гостиницы Рита. Я также стал бежать за Домеевом. Свою подпись в показаниях Шотавец бы подтвердил. Однако сказал, что не назвал номера автомашины, скорее всего, из-за неправильных вопросов следователя. Свидетель настаивал на подлинности показаний данных в суде. То, что я сегодня говорю, понимаете, спустя время, да, сегодня тоже я много подробностей вспомнил по ситуации, которые я в этом не расписывал, да, образно говоря. И дальше тоже начну говорить, как и на пленку, все про ГУМа. Еще что-то, наверное, буду вспоминать в тот момент, что было. Видимо, когда допрашивал меня прокурор или там следователь. Может, он мне задал вопрос другой. Может, он умел в виду, увидел ли я переднюю машину. Я считаю, что сегодня, что я дал, показал этот, ну, как в качестве свидетеля, да, все верно. Могу подтвердить. Показания следующего свидетеля кофевара Брехаловки Хачатура Такмаджана, также были названы противоречивыми, однако уже стороной обвинения. На суде Такмаджан указал, что в день тройного убийства находился на рабочем месте, сидел за столиком на улице. Когда услышал стрельбу, спрятался за пальму, но по пути мельком успел увидеть худого, очень высокого, немного сгорбленного мужчину в камуфляжной форме зеленого цвета. В руках у него был автомат, и он начал стрелять по направлению Сан-Рэма. Больше, по словам свидетеля, он ничего не видел. Прокуратура ходатайствовала об оглашении первичных показаний свидетеля. Суд удовлетворил ходатайству. Стрельба была автоматическая. Могу сказать, что я видел только одного, и он был в камуфлированной одежде с маской на голове. Стрельба была из автоматического оружия. Во время стрельбы, как я пояснил сотрудникам милиции в своем опросе, я услышал при крик, бесика положили. Этот крик я не видел, опознать стрелявших я не могу. Кто кричал, не видел, опознать не могу. По окончанию стрельбы и раненых начали подбирать и прохожие лица, и оказывали помощь. Пока прокурор читал показания, свидетель уже их опровергал. По словам Такмаджана, никаких криков он не слышал и слышать не мог. Тогда прокуратура ходатайствовала о допросе незаявленного свидетеля, оперуполномоченного Мичба, который брал показания у Такмаджана. Суд принял решение, что новый свидетель может быть допрошен на следующем заседании, которое состоится 2 ноября. Также генпрокуратура ходатайствовала о принудительном приводе свидетеля Астамура Цкуя, водителя машины Toyota Crown, которая следовала перед автомобилем Toyota Mark II. Трижды свидетель игнорировал приглашение в суд, не предоставляя документов об уважительной причине. Суд постановил осуществить на следующее заседание его принудительный привод.